Безусловным лидером стали темы, связанные с коронавирусом. Материал, где можно сдать тест, набрал более 40 тысяч прочтений. Но еще более популярным стал полезный текст, как сшить защитную маску из бинта и марли своими руками. Одноразовые медицинские маски по праву могут считаться товаром года 2020. Пользоваться индивидуальными средствами защиты нам придется еще долго, благо дефицита масок сейчас нет. А вот весной была настоящая паника. А теперь мы уже многое знаем о коронавирусе. Многие переболели, правда, диагноз COVID-19 ставили далеко не всем. На связи со студией корреспондент новосибирских новостей Анна Братушкина. Привет, коллеги! Ань, как дела? Как твои антитела? Дела вообще замечательные, особенно если сравнивать с тем, как они были полтора месяца назад, когда я не чувствовала ни вкусов, ни запахов. Сейчас, конечно, все гораздо лучше. Вот сдавала тест на антитела, там 7 единиц. Врач сказал, что это вроде бы как много. То есть получается антитела к коронавирусу, но диагноз у тебя у РВИ? Честно говоря, я до сих пор не знаю свой диагноз. Я не видела, что мне написали в карточке. Я не видела свой больничный, потому что он электронный. Но подозреваю, что я вряд ли попала в официальную статистику по заболевшим, что меня посчитали. Я думала, что те цифры, которые мы видим каждый день в статистике, там 150-180 человек, их на самом деле можно сначала раз в 10 умножать, если не 100. Слушай, но нам много же рассказывали о легкой форме заболевания. Ну, я бы не сказала, что это прям вот ОРГИ похоже. Я даже когда проснулась в первый день с первыми симптомами, вообще как-то мысли не возникло даже, что это просто простуда. А еще, кстати, у меня не было тневмонии, но при этом был дикий кашель. Все-таки это не простуда, и маску носить стоит, потому что на собственном опыте я это переживать вообще не рекомендую. Анна Братушкина, у нас научно-медицинский обозреватель, одной из первых снимала материал про коронавирус и делала репортажи. В том числе про вакцину центра «Вектор». Что ты думаешь по поводу вакцинации? В Новосибирске сейчас прививают двумя вакцинами, спутником 5 и пивов короной. Пивов корону как раз-таки разработали в нашем «Векторе». И пока что прививки делают только работникам в социальной сфере и медикам. Испытания с участием пожилых добровольцев продолжаются. И если все закончится успешно, то смогут прививать уже и пожилых людей. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...